В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я, Павел Белявский, корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного и нового произошло в городе Бресте. Смотрите сейчас. Губернатор региона Анатолий Лис встретился с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь 6-го созыва. Поздравил их с избранием и обсудил актуальные вопросы социально-экономического развития края. Об основных тезисах встречи подробнее в материале Анастасии Ноздрин-Плотницкой. 60 лет назад был открыт Музей обороны Брестской крепости. 2016 год отмерил и 45 лет со дня торжественного открытия всего мемориала Брестская крепость-герой. София Бережная приняла участие в мероприятиях, посвященных важным знаковым датам. Проблемы экологии и пути их решения обсудили участники акции Green Day Брест. Наш корреспондент Виктория Саченко расскажет об инициативе подробнее. Прямо сейчас об этом и не только. Ни в коем случае нельзя давать пустых обещаний. Эта мысль прошла красной нитью через все выступления в рамках встречи губернатора региона Анатолия Лиса с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 6-го созыва, которое состоялось в городе Надбугом. В ходе открытого диалога председатель Брестского облсполкома высказал свои пожелания к работе делегатов. Вопросы социально-экономического развития региона также оказались в центре внимания. Подробности в первом материале выпуска. Открытый диалог с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 6-го созыва председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис начал со слов поздравлений. В адрес депутатов прозвучали пожелания успеха в их непростой, но очень нужной профессиональной деятельности. Прежде всего я хотел бы поздравить вас с началом уже полноценной работы. Все заботы прошли, волнения, предвыборная кампания, выборная кампания, затем установочные сессии. Поэтому определились, кто где будет работать, в каких комиссиях. Сейчас начинается плодотворная работа, полномасштабная. Работа на новых должностях обязывает в первую очередь оправдать доверие избирателя и выполнить данные программные обещания. Однако, если решение вопросов в данный момент не представляется возможным, необходимо говорить людям об этом четко и конкретно. Задача депутатов, по мнению Анатолия Лиса, заключается в том, чтобы выработать систему замечаний и предложений. На первый взгляд, единичные проблемы могут затрагивать целый круг общественных интересов. В округе обязательно должен быть у вас помощник, который должен подготовить вам информацию, посмотреть, что, как, встретиться, с кем нужно. Не напрямую к председателю гора и с полкома и ставить там вопросы, а встретиться с теми службами, с финансистами, с коммунальниками, с другими службами. Посмотреть, определиться, что, как, чтобы вы понимали. Есть ли для этого возможность сегодня, есть ли средства. И затем, встречаясь в округах, проводя приемы, встречаясь с руководством района, вы должны вырабатывать систему по реализации тех предложений и замечаний, которые были в процессе и которые будут поступать. Открытый диалог получился живым и насыщенным. Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики рассказали о том, в чем видят свою миссию и какие проблемы сегодня считают наиболее актуальными. В основном те, кто собрались за круглым столом, люди с большим профессиональным стажем. Многие из них долгое время были руководителями на местах и знают о существующих проблемах не понаслышке. Поэтому уже сегодня видят ближайшую перспективу своей деятельности. Если брать вопросы общие, то это в первую очередь, конечно, трудовых отношений. Это изменения высот, которые коснулись, это изменения пенсионного возраста. Людей интересует, когда, как. Все это нужно разъяснять, объяснять, рассказывать. Конечно, много людей интересует и благоустройство. Люди надеются, что те вопросы, которые их в большей степени интересуют, которые для них жизненно важны, будут решаться при моей помощи и поддержке как депутата более, может быть, оптимально, эффективно. Есть целый ряд вопросов, которые длительный период люди не могут разрешить. Это не значит, конечно, что имеются простые какие-то пути решения их. Но, тем не менее, будем стараться находить, помогать, подсказывать. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Телекомпания Бук-ТВ. Также на текущей неделе руководитель региона Анатолий Лис провел и прием граждан по личным вопросам. Со своими проблемами к губернатору обратилось 9 человек. В ходе мероприятия был поднят широкий круг тем. От поддержки спортсменов до развития малого бизнеса. Подробности в сюжете Анастасии Стропко. Виктор Братченя – 12-кратный чемпион мира по армрестлингу. На прием к губернатору принес только некоторые свои награды. Уже 16 лет спортсмен завоевывает медали и кубки, прославляя области, страну и говорит, что это еще не предел. Он готов много работать. Однако, к сожалению, пока армрестлинг не относится к олимпийским видам спорта. И это существенно усложняет процесс получения финансовой помощи спортсменами в ходе подготовки. Анатолий Лис поручил проработать возможности содействия спортсмену в данном вопросе. Спонсори обычно как? Помогают спецовыми соревнованиями. То есть буквально за месяц. А подготовка ведется круглый год. Поэтому это спортивное питание, фармакология, витамины. То есть обычное питание, которое должно быть усиленное. То есть это занимает довольно большие средства, уходит на это. И соответственно, где-то обновить оборудование спортивное. Это тоже все стоит больших денег. Как я понял, меня услышали. Понятно, что нужно подождать. Я надеюсь, что результат. Плюс если будет такая поддержка, то я думаю, что завоевание золотых медалей, но это уже будет дело техники. А это делать я умею. Хорошо. Представители сразу двух организаций обратились к губернатору по земельным вопросам. В непростой ситуации, скорее всего, не без приложения собственных усилий, к примеру, оказалось предприятие Юркос. Однако после беседы с руководителем области, дело имеет все шансы сдвинуться в положительную сторону. Удовлетворен в полном объеме. То есть решение правильное, хорошее, оно дает нам возможность инвестировать в район, завершать строительство, вводить объект в эксплуатацию. В ходе мероприятия губернатор региона Анатолий Лис обратил внимание на важный момент. Представители малого и среднего бизнеса должны повышать свою юридическую грамотность. Многих вопросов, с которыми потом приходится идти на прием, тогда удалось бы избежать. Есть законодательство, оно может быть там несовершенно, но его надо соблюдать. А вторая проблема, о том, что, конечно, его надо нам немножко упрощать, для того, чтобы более, значит, свободно или быстро мог этот бизнес развиваться. Потому что когда эти согласования идут долго, да, пока вот, как они видите, вроде бы они, ну, люди обратились в райисполком, да, участок этот свободный, можете, но они понимают так, что на нем можно, значит, какие-то действия проводить. Не понимая, что надо было это все узаконить. А может и понимая, но, значит, этому где-то надо нам подвигаться в этом плане и законодательством упрощать это. То есть быстро согласовали, видно, что, значит, он, значит, этот участок может быть для развития. И все, тут же принять решение исполкома, и не надо ходить этому человеку со всеми службами полгода или год согласовывать. Жители одной из деревень Брестского района пришли с просьбой разрешить им держать свиней в личном подсобном хозяйстве. Однако, согласно действующему законодательству, территория, где они проживают, относится к карантинной зоне, расположенной рядом со свинокомплексом. Запрет на содержание вызван непростой ситуацией по африканской чуме свиней в соседних странах. И снимать данные ограничения в настоящее время нецелесообразно. Тем более вопрос этот решается на республиканском уровне. Я сегодня вот им приводил, гражданам, пример, что представьте, ну не дай бог, такое произойдет, что у нас на крупных комплексах, где около 100 тысяч один и второй свиней, находится, если там каким-то образом мы занесем АЧС. Это будут огромнейшие потери. Финансовые, социальные. То есть мы потеряем огромное количество продукции. Второе, куда людей девать, это на этом комплексе 300-400 человек работает, его надо будет закрыть. Потом мясокомбинаты, которые останутся без продукции, это заработная плата людей и так далее, и так далее. Поэтому мы перестраховываемся, и вот я вижу, что люди это правильно воспринимают. Компетентные и по существу ответы получили все пришедшие на личный прием жители края. Такая форма общения уже давно подтвердила свою эффективность. Безусловно, разрешить все сложности одномоментно невозможно. Однако процесс под контролем губернатора, безусловно, происходит гораздо быстрее. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Субботняя программа БУК-Информ посвящена главным событиям недели. Я, Павел Белявский, продолжаю выпуск. Важная информация. В списке побратимов областного центра Брещины пополнение. Соглашение об установлении побратимских связей и сотрудничестве между городами подписали председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук и глава Ижевска Юрий Тюрин. Состоялось важное событие в ходе визита Брестской делегации в Россию, который прошел в начале ноября. В рамках поездки представители Бреста также познакомились с ижевскими предприятиями и компаниями. К слову, Ижевск – крупный административный, промышленный, торговый, научно-образовательный и культурный центр Поволжья и Урала. Знаменит оборонным, машиностроительным и металлургическим производствами. Является наряду с Тулой оружейной столицей России. Носит звание города трудовой славы. К другим темам. Музей обороны Брестской крепости в 2016 году празднует 60-летие со дня своего основания. А всему мемориалу Брестская крепость «Герой» – 45. В честь важных дат в городе над Бугом было организовано сразу несколько масштабных мероприятий. В Музее обороны состоялась научно-практическая конференция, а в областном общественно-культурном центре – праздничный концерт. София Бережная продолжит тему. По случаю знаковой даты 60-летия Музея обороны Брестской крепости и 45-летия мемориала в город над Бугом приехало немало гостей со всей страны и из-за рубежа. Всех этих людей объединяет одно, им не безразлична судьба будущих поколений – сохранение историко-культурного наследия среди приоритетных задач современников. Именно эту тему затронули участники научно-практической конференции, которая носила название «Духовное и историческое наследие Брестской крепости». Музей обороны Брестской крепости имеет богатую историю. В ходе конференции вспомнили о тех, кто стоял у истоков его становления, кто внес вклад в развитие. В сохранении исторического наследия главенствующую роль играют, конечно же, люди, в данном случае научные сотрудники. О результативности труда свидетельствует высокая оценка главы государства – премия президента Республики Беларусь, полученная в 2015 году. В мемориале «Брестская крепость героя» работают люди преданной профессии. За довольно длинную историю мемориальный комплекс «Брестская крепость героя» посетила порядка 24 миллионов человек из 140 стран мира. Цифры говорят сами за себя. Крепость представляет интерес как трансграничный объект, как комплекс, на котором расположены уникальные фортификационные сооружения. За последние годы было сделано немало. Сегодня под плитами мемориального комплекса захоронено 1038 останков защитников крепости. Было установлено 276 фамилий павших. Во время открытия комплекса 45 лет назад цифры существенно отличались, и за всем этим стоит ежедневный труд людей. Знакомым последний год стал для филиала «Пятый форт» мемориала «Брестская крепость героя». Весной музей принял 100-тысячного посетителя 2000-ю экскурсию. Для сравнения, еще пять лет назад форт принимал 7 тысяч посетителей в месяц. В прошлом году цифра возросла вдвое. Это место сегодня пользуется большой популярностью у туристов. В планах на ближайшее будущее создание постоянной экспозиции с реконструкцией артиллерийских орудий царского времени. И на этом деятельность не прекратится. Едут специально ради пятого форта, например, из Прибалтики, из тех же крепостей Ковна, Каунас, из Владивостокской крепости, из Крыма едут крепостей. Посмотреть именно пятый форт, потому что это один из наиболее сохранившихся фортов Брестской крепости. И очень интересно с точки зрения уникальных приемов, фортификаций, которые там были применены. Юбилей мемориала стал отличным поводом отметить заслуги работников. На торжественном мероприятии сотрудники получили награды за вклад в сохранении историко-культурного наследия. Слова поздравления в их адре звучали от представителей местной вертикали власти. Письмо от главы государства зачитал заместитель министра культуры Республики Беларусь Александр Яцко. Исследовательская и научная работа ведется регулярно, в том числе историками из других стран. Консервацию руина, реконструкция отдельных зданий и сооружений среди задач на ближайшее будущее. Безусловно, главная наша задача это сохранение памяти о тех, кто погиб, кто защищал Брестскую крепость. Да, видимо, не только Брестскую крепость. Сегодня, как перспектива, мы видим, безусловно, нашу основную задачу, в первую очередь, это дальнейшая модификация наших объектов. И надеемся на поддержку бюджета союзного государства, потому что определенные договоренности уже есть. К получению средств из этого бюджета мы планируем модифицировать еще одну из частей юго-восточной казармы, полубашню Барбакан. Музификация восточного форта это один из последних серьезных, сильных очагов сопротивления обороны Брестской крепости на Кобринском укреплении. И в создании одной из экспозиций мы есть планы в южной казарме. Воплощение планов сомневаться не приходится. Каждый год открываются все новые и новые факты богатой истории. А потому деятельность направлена на сохранение историко-культурного наследия. Тема, которая по-прежнему актуальна. Наша крепость, конечно, известна только благодаря защитникам Брестской крепости, благодаря Сергею Сергеевичу Смирнову, который из небытия, можно сказать, поднял фамилии и имена героев 41-го года, героев Брестской крепости 41-го года. Поэтому, в первую очередь, наверное, поэтому. Ну и, видимо, знают нашу белорусскую гостеприимность, радушие. Мы стараемся сохранять нынешнее поколение сотрудников мемориального комплекса. Пытаются сохранить эту память, сохранить мемориальный комплекс и все самое достойное донести до наших посетителей. София Бережная, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. Пусть малый станет средним, а средний – крупным. Речь идет о бизнесе. Это своеобразный элитмотив семинара, который состоялся накануне в областном центре Брещины. Участники проекта – индивидуальные предприниматели города Бреста и района. Накануне они собрались в научно-технологическом парке для того, чтобы пообщаться на актуальные темы и обсудить насущные вопросы, касающиеся развития предпринимательства в стране. Про встречу бизнесменов расскажет Виктория Саченко. В нашей стране нужны профессиональные финансисты, опытные экономисты и перспективные предприниматели. Именно на последних возлагается особая надежда. Об этом и не только говорил приехавший в город над Богом председатель Президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Корягин. Предпринимательство – как один из факторов экономического роста Республики Беларусь. Главная тема семинара. В Минске проходит Октябрьский экономический форум. Ну и фактически в рамках этого форума я приехал, чтобы встретиться с предпринимателями и промышленниками Бреста, Брестского региона, представить некоторые возможные площадки для экспорта, для возможности вхождения в европейские проекты и мировые экономические проекты. Об этом сегодня будем здесь вести разговор. Участники встречи, а среди них были представители Брестского союза «Агроэкатур», союза предпринимателей Брестской области и сотрудники Брестского технопарка, говорили на одном языке, были настроены на одну волну. Перспективы частного бизнеса в Беларуси, развитие IT-технологий и актуальные проблемы предпринимательства не только в Брестском регионе, но и в республике. Спектр вопросов, поднятых в ходе мероприятия, оказался широк и разнообразен. Знать, какие перспективы частного бизнеса в Беларуси, тем более в технопарке, где расположены новые компании, которые занимаются IT-технологиями, это будущее нашей страны, Республики Беларусь. И также хотели бы знать проблемы предпринимательства Беларуси, не только Брещины, но и всех регионов, как идет выполнение платформы национального бизнеса, Владимир Николаевич обязательно об этом расскажет. Будет много заданных ему вопросов, на которые они получат ответы. На встрече с ветераном предпринимательства, как сам себя называет Владимир Корягин, участники разговаривали о многом. В том числе и об оптово-розничной выставке-ярмарке «Беларусь предлагает», которая ежегодно проводится в Москве. Увеличение экспорта отечественной продукции, совершенствование товаропроводящей сети, развитие деловой инициативы и новых партнерских связей – вопросы, признанные участниками встречи, особо важными сегодня. Пригласить всех предпринимателей и производителей, и заинтересованных вообще лиц Брестской области, принять участие в постоянно действующей выставке в городе Москва, Российская Федерация. Опять же, с той же целью, чтобы представить Брестский регион полноценно в Российской Федерации, в Москве. Виктория Саченко, Денис Величкевич, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Сегодня на территории части 38-й отдельной мобильной бригады состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню военной разведки. Торжества в подразделении начались с молебна. Затем разведчики бригады вместе с учащимися Брестского кадетского корпуса, действующего на базе средней школы номер 35, прошли торжественные марши мимо открытого в этот день памятного знака. Подробности в следующем материале выпуска. Эта дата особенно важна для тех, чей долг собрать информацию о противнике в целях обеспечения безопасности. Сегодня в рядах 38-й отдельной мобильной бригады проходят службы порядка 150 разведчиков. В этот день военнослужащие собрались на торжественном мероприятии. Гостями праздника стали люди, которые не понаслышке знают специфику деятельности. Проходила здесь служба в 2002 году в разведе садной ротикой. Разведчики – это подразделение, которое служат люди, которые имеют характер такой, как вам сказать, идти до конца, все время развиваться, не только физически, но еще и внутренне. Ну и они еще являются символом такого мужества. В честь праздника состоялось открытие памятного знака. Монумент представляет собой каменную глыбу с укрепленной на ней фигуркой летучей мыши – символа военных разведчиков. Монумент открыли, дабы отдать дань уважения воинам-разведчикам, которые служили, с честью выполнили свой долг, воинам-разведчикам, которые ныне служат, и тем, кому предстоит еще служить в назидание. Задумка появилась давно. Идея возведения монумента принадлежала самим военнослужащим разведывательно-десантной роты 38-й отдельной мобильной бригады. Успех военных разведчиков данного подразделения объясняется преемственностью поколений. В этот день в гости к военнослужащим пожаловали ветераны и пообщались с молодым поколением солдат. В этом году исполнилось 98 лет со дня создания этой службы. Мероприятий по поводу праздника было немало. Программа «Дня военной разведки» завершилась торжественным заседанием, на котором чествовали ветеранов и лучших военнослужащих. София Бережная, Дарт Букунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Очередная экологическая акция «Гриндэй Брест» состоялась сегодня в городе над Бугом. Место встречи участников – зимний сад. Там была организована экскурсия по оранжерею, после чего экологи отправились на презентацию деятельности общественного объединения «Время земли». Чем запомнилась инициатива, а также об актуальных экологических проблемах, расскажет Виктория Саченко. С ростом городов, развитием промышленности, проблема охраны окружающей среды становится все более актуальной. К примеру, сегодня предметом внимания экологов являются вопросы зеленых насаждений. Состоявшееся мероприятие и посвящено данной тематике. Нацелено больше на экологическое просвещение людей по тем экологическим проблемам, которые у нас существуют. Для того, чтобы эти проблемы не просто освещались и как-то говорились, а решались. Потому что мы занимаемся тем, что… Одна из инициатив наших «Зеленый дозор» – это общественная экологическая инспекция. Она занимается тем, что решает локальные экологические проблемы, помогает гражданам в решении этих проблем. Встреча экологов, волонтеров и просто неравнодушных жителей города состояла из двух частей. В первой для участников была организована экскурсия по зимнему саду. Вторая прошла на территории научно-технической библиотеки. Там состоялась презентация деятельности Брестского молодежного общественного объединения «Время земли». Союз относительно молодой, однако его участники уже сумели зарекомендовать себя с положительной стороны. Мы стараемся сделать наш город лучше и заботясь об насаждениях, газонах и так далее. Мы подняли эту тематику и провели в прошлый раз мероприятие. Сегодня это уже зеленое насаждение в городе. То есть увеличивать количество зеленых посадок. Мы будем обсуждать эту тематику сегодня, посмотрим, насколько этот формат получится у нас. В ходе собрания экологи познакомили с общественной инспекцией «Зеленый дозор». Также состоялась консультация граждан по актуальным эко-проблемам, среди которых приживаемость зеленых насаждений и проблема так называемых зеленых парковок. Зачастую большое количество таких нарушений делается, может быть, где-то неосознанно, может, где-то из-за того, что просто лень. То есть различные факторы играют, есть пути решения этих проблем. Не обязательно сразу штрафовать граждан, когда есть иногда альтернативы, которые находятся под боком. Просто людям, которые ставят авто на зеленую зону, иногда тяжело поставить его в 200 метрах от своего места, где они паркуются. Поэтому надо в первую очередь анализировать такие, где места таких нарушений есть, а потом уже предлагать пути решения. Сотрудничать с природой, учитывать ее естественные круговороты и привлекать в свои ряды максимальное количество людей – такие цели ставят перед собой организаторы инициативы. Кстати, следующий проект – открытие школы экологического активиста. Это пятимесячный комплекс тренингов и семинаров направлены на решение актуальнейших эко-проблем современности. Ну вот и все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов, так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании – буктв.бай, а также на нашем канале в YouTube. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Субтитры создавал DimaTorzok Днем в отдельных районах сильные осадки. Температура воздуха минимальная ночью плюс 5, плюс 7. Днем воздух прогреется до 4-6 градусов выше нуля. Субтитры создавал DimaTorzok